Вода теплая, классная. Бразильская зима лучше российского лета, я и думаю. Всем привет, с вами снова Панков. Я опять вернулся к океану. Сегодня без Ухарова. Он остался в Сан-Пау. Надеюсь, ему весело. Я снова нахожусь в Гооруже. Мы уже снимали выпуск отсюда. Сейчас я на другом пляже, который более ближе к центру города, более многолюдный, но вроде бы тоже хороший. Я приехал сюда на соревнования. Здесь будут соревнования в честь Дня города, День Гооружи. Борьба у меня завтра в Гиевноу Ги. А сегодня я целый день буду жариться на пляже, наслаждаться жизнью, ведь это мои последние выходные в Бразилии. Стою в Атлантическом океане, песочек ножки я мываю. Это, конечно, прекрасно. Единственный минус путешествовать в одинокого в Бразилии. Вещи свои оставить страшновато, приходится, как я, с корзаком в океане стоять, как дурачок. Все, я расположился на песочке. У меня во плану сегодня загорать, потом где-нибудь поесть. Абсолютно релакс. Я обожаю бразильскую зиму. Это 28 градусов тепла, это теплый океан, это вкусная еда, свежие фрукты. Мне в такую зиму в России. Я накатался на серфе, на серфе с веслом, на еще какой-то фигне. У меня весь нос забит солью, во мне чисто мертвое море, но я очень доволен. Сейчас, по традиции, пью кокосы. Хорошо. Солнце потихоньку садится, и я иду уже в свой отель. Очень устал сегодня купаться, пить кокосы, надо отдохнуть перед соревнованиями. Тяжело здесь, тяжело. Позади меня основная городская часть города Гороружа. В прошлый раз мы отдыхали на Пернанбука-Бище, это далеко, подальше отсюда, там мало домов, там небольшие домики, кафешки и пляж, 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 пляж и отели. А вот это уже начинается, сам город Гороружа. Дома стоят прямо у пляжа, люди могут выйти из дома сразу, храниться в океан. Но, несмотря на то, что дома, там людей больше, пляж чистый, мусора нет, то ни разу не видел, чтобы местные на пляже мусорили. Есть с чем поучиться. Перед моей поездкой сюда мне рассказывали всякие ужасы, мол, Бразилия, Бразилия, ограбят, отпны в кармане носи, все дела. Но, возможно, это есть, я об этом слышал. Я видел там здесь нищету, там и так далее, но там, где я жил, там, где я тренировался, те люди, с кем я общался, где я отдыхал на пляже, купался. Все ребята очень приличные, все очень красиво, очень приятно. И, блин, я сюда не приезжать хочу, я здесь жить уже хочу. На первом этаже, вот прямо за этим окном, находится бар. Он работает до двух ночи, и для постояльцев отеля скидка. И здесь можно накидываться. Красиво, Эйнштейн. Бар готовится к открытию. Выставляют столы. А я иду куда-нибудь покушать. Короче, сегодня суббота. Миша уехал на Саеву, Гуару-Джу. Вот. А оказывается, сегодня мероприятие называется Феста Джунина. Вот. И меня привезли в центр. Сейчас я вам покажу. Это какая-то типа ярмарка, какая-то тусовка, праздник зимы. Короче, у них тут каждый выходной праздник какой-нибудь. Ну, коль зима, а вот у них все праздники в честь зимы. Сейчас мы запаркуемся и будем ходить по всяким торговым рядам. Не знаю, что там будет. Такая здоровенная очередь на вход. Я пока не понимаю, куда, но вон она туда, видите, уходит к большому красивому зданию. А чего такие правила? Покупайте билет вот за 3, 6, 7, 8, 10 риалов. В зависимости от того, какой у вас билет, вы можете хавать вот, что там в него входит. Ну, так тут организована очередь. Вон там кассы. Большой красивый какой-то храм. Короче, дали билетики вот разной ценности. Там 1, 2, 5, опять 2, 2. Короче, на 3 цериалах я набрал билетиков. И вот теперь такая, типа, ярмарка, не ярмарка. Видимо, можно эти билетики менять на хавку всякую. И бухлишко. Налили мне кентаун. Кентаун называется. Бухлишко. Это тут кашаса, еще какая-то хрень, типа, на вино похожая. Прукты, корица. Вот, а сзади меня церковь. Там сейчас движуха какая-то. Сейчас я набухаю и пойду вовнутрь, посмотрю. Вот, вокруг меня куча народу. Видите, все тусят. Какой-то, хотел сказать, православный праздник, но какой-то церковный праздник. Скажу так. Какой-то, хотел сказать, православный праздник. Только что заходил в бар-лабиринт. Заходишь, там проходишь в одну комнату, потом в другую. Там поднимаешься по лестнице, спускаешься под лестницу, прячешься. Там проходишь еще где-то под какой-то херней. В общем, выходишь ко входу, потом к выходу. Короче, все запутано. Везде помещение для тусовок, везде сидит народ. Знаешь, как большая вписка такая. В одном месте бар, в другом продают одежду, какую-то там платье висят. Это, в общем, очень необычно, очень интересно такое специфическое место. Прикольно. Вот три небольших ковра. Здесь будут сегодняшние соревнования. Небольшая местная бензоколонка с традиционно громким названием. Мега монстрс. Походу, для бензоколонок большие названия. Это какая-то международная традиция. Сейчас 8 утра. Бороться мне где-то в 9. Пойду переодеваться, разминаться, приходить в себя. Что-то я тут по утрам бороться. По синим поясам. Что-то в 9 утра, в VGGF. Все вот это вот. А сейчас ты уже пурпурный пояс. Сейчас уже не очень хочешь, чтобы тут что-то делать. Поскольку я простужен, еще накопался в океане, на этом турнире я решил сделать небольшой эксперимент. Что будет, если перед разминкой, а потом еще перед схватками, выпить немного водки. Вот сейчас я ее выпью, разомнусь, потом выпью перед схватками, отборюсь и все вам расскажу. Мерско здесь водка. Вот еще ребята из Саракосты подъехали. Хорошо. Я один здесь буду. Жарюсь на солнышке, протею в кофте, чтобы не охлаждаться, чтобы на схватку выйти теплым. Чтобы водочка во мне теплая была. Это было chronasket. Просто вообще рожд �たцеска, либо в кастрю света. И сейчас я гости вان. Да, оставь ежедневно. Обязательно, я просто спалет, Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Он запулил 50-50, свипанул меня оттуда Я вышел, свипанул его в ответ Попытался пройти его Он ушел в шерепаху, сбежал в стойку Потом я уже запулил Он попытался пройти меня Не прошел, я тоже вышел У него получилось взять ногу на ахил Он развенулся уже А, у меня еще одна схватка, блин Субтитры делал DimaTorzok В 42-ю схватку я проиграл Удушающим с брэкмаунта Я причем не ожидал, что будет Круговая, типа каждый скажем На сайте висели типа брекеты Типа, ну Брекеты висели по-другому Как будто круговая И я очень удивился Потому что мне позвали бороться А в ноу-ги у меня Также будут две схватки Надеюсь, хоть одну схватку Сегодня я выиграю Получил свою медальку За два поражения Медалька, кстати, очень крутая Железная Двусторонный сменок Ленточка Даже на бразильской Медальке что надо Теперь пошел кушать асай И ждать ноу-ги Сижу, я Масай Это белое засвеченное здание Позади меня Это место, где я проходит Сзади здоровенный холм С какими-то джунглями Через забор здесь океан Куда я сейчас пойду, чтобы Отдохнуть перед ноу-ги Как-то даже не этот Не охота осуждать там Доволен я выступлением Недоволен, блин Выступать по джуеву Это классно Выступать в Бразилии Это интересно Выступать, когда светит солнце Рядом океан А это просто прекрасно Советую всем выступать Независимо от результата Все, заканчиваю с абсолютки Начинается ноу-ги Я уснул на пляже И чуть не проспался в категорию Часть ребят уже переоделась в ноу-ги Я тоже переоделся Посмотрю, что у меня в ноу-ги получится Редактор субтитров А.Семкин Оторвал чуваку архива Просто оторвал Случайно Тому, который меня архивом выиграл Он реально классный парень Реально не специально До хруста Просто, просто оторвал Прости господи Турнир Манстер Компетишн У кого уже закончился для меня четырьмя схватками Двумя поражениями Одной чистой победой И одной Я вроде как выиграл Но меня дисквалифицировали Я получил две вот таких вот Красивых гадальки Я два дня провел в океана Мне очень понравились все эти соревнования И независимо от итогов борьбы Блин Наверное, первый турнир Который мне зашел Мне очень понравилось Маленькие бразильские турниры Очень хорошо организованы На них красивые медали На них хорошие призы Абсолютки здесь В каждом поясе дают телефон Плюс кимоно за первое место Это крутой турнир В грибе, ребята, достаточно хорошего уровня Мне влетело Я оценил Буду тренироваться дальше Всем привет! Рассказывай, как твоя первая тренировка прошла Ну как? Мне дал пи*** зеленый пояс Потом дал пи*** синий пояс Потом я почти выиграл белого пояса И устал Все, больше ничего не могу делать А так вообще обстановка безумная Уровень запредельный Даже по сравнению с Саратовым С клубом Лок и Чок Лок и Чок Шансов нет Всем привет, ребята Спасибо, что смотрите Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok